триумфальные арки порталы до потопной цивилизации триумфальная арка кто не знает это символ громких побед они разбросаны по всему миру все без исключения построены в так называемом античном стиле многие из них выглядят как братья-близнецы имеют одинаковый декор у них есть определенные отличия но все имеют одну базовую черту наличие огромного пространства вокруг них к большинству из них подходит широкое шоссе а некоторые имеют выход на обрыв или с другой стороны имеют тупик это наталкивает на мысль что изначально они создавались для определенных целей имеющих необходимость переброски серьезных грузоперевозок давайте пофантазируем и предположим что была такая технология которая могла обеспечить переброски в пространстве куда шла переброска каким образом нам сейчас это неизвестно возможно они сообщались между собой и тогда отпадут такие глупые вопросы как в исторические времена люди попадали с континента на континент или как перебрасывали свои армии для введения боевых действий конный транспорт скорее всего был нужен разве что для экзотики в ритуальных целях и потом уже в период после катастрофы в результате утери технологий судя по высоте арок они также были рассчитаны для гигантов а возможно ими и были созданы в какую эпоху человечество могло иметь такие технологии науки как говорится это неизвестно поскольку она занимается именно тем самым чтобы все это так и осталось неизвестным многие не сомневаются что в те времена солнечная система была освоена все было известно и о параллельных вселенных и были знания о тонких мирах так что эти арки могли использоваться не только для перемещения в нашем пространстве то что порталы давно уже в нерабочем состоянии это очевидно скорее всего по причине того что оборудование было снято еще до 19 века и они с тех пор являют собой обычные архитектурные сооружения сегодня все они пребывают в разном состоянии одни выглядят как после бомбардировки другие идеально как например в москве но надо учитывать что это арка есть лишь копия той которая стояла на бородинском поле большевикам зачем-то было очень надо ее взорвать и растащить в питере есть даже тройная арка трудно представить целесообразность такого расположения хотя откуда нам знать принцип работы и дальность действия может такое можно было использовать для транзитных перебросок официальная история утверждает что все они были построены на славу и памяти великих побед великим полководцем воеводом а также в честь великих королей властителей и кесарей в разных местах и эпохах здесь мы наблюдаем нестыковку поскольку история совсем не помнит 80 процентов побед в местах где триумфальные арки стояли или и стоят до сих пор например помнит ли кто победу барселоны над кем-то еще кроме реал мадрида в футболе таких военных побед в средние века не зафиксировано но арка в барселоне стоит кому она построена кто победитель вот еще арка в городе сария испания обратите внимание как будто арка горела изнутри перегрузка сбой оборудования и стоит она на возвышенности явно не была предназначена для сквозного парохода арка в мюнхене на которой написано дословно баварскому войску кого это войско победила и таких побед история тоже не помнит хотя не исключаю что после этого видео историки быстренько что-нибудь сфальсифицируют и предъявят миру такие случаи нам известны арка в риге помнят ли история доблестное превосходство и бравых солдат над неприятелем вопреки этому триумфальная арка в риге стоит рассмотрим север африки оказывается таких арок там полно и надо признать мы ничего толком не знаем об ее истории что-то дошло от наполеона это он прорубил окно из европы в африку только останется вопрос сколько реальной правды французы открыли по всему выходит что очень немного триумфальная арка в городе тимгат алжир как видим от города остались одни руины в алжире находится и вторая арка в городе дьемила каракалова арка интересно что по имени каракала находится и арка в марокко что это персональный портал арка максима севера в ливии город лептис и арка септимия севера также располагается в ливии кстати интересно откуда взялось слово север у римлян может север это все вера перенесемся в азию кто думает что там триумфальных арок нет тот заблуждается до сегодняшнего дня таких арок сохранилось немного две мировые войны и японская оккупация сделали свое японцы уничтожали эти сооружения впрямь с усиленным усердием но что-то осталось целым а что-то было восстановлено по новому в янтьян лаос тайвань теперь индия и ее очень странные ворота в индию так называется их арка ведущая из суши в океан а вот фотография тех же ворот в индию только используются они по назначению тут мы видим парад перед переброском войск вектор построения войск центральная арка и в противовес можно предположить что это есть не что иное как порт и сейчас армия через центральную арку пойдет грузиться на корабли а теперь посмотрим на средний восток кое-что там осталось запечатленное еще в средние века художником пиранези сирия город латакия в иордании арк мало и так вернемся в европу арки здесь расположены прежде всего на западе в таких странах как англия франция италия и греция наиболее известная арка стоит в париже арка наполеона сегодня наверху арки отсутствует статуи и колесница которые еще были изображены на картине времен наполеона 1840 год возможно тогда арка была рабочая и не разграбленная здесь мы также видим прибытие войск из ниоткуда оказывается что в париже две арки вторая находится рядом с лувром она меньше чем арка наполеона но зато у нее наверху есть богиня виктория свинком в руке там же есть арка в марселе в честь храбрым гланумским войскам есть арка в городе гланум во франции что за войска и с кем воевали тоже неизвестно а в городе оранж франция арку построили доблестной армии о которой тоже никто ничего не слышал такое ощущение что арки раздавали всем желающим налево и направо словно это были карманные сувениры в англии арка веллингтона победителя в битве у ватерлоо вот это нам известно для кого в глазго строили арку непонятно потому что шотландия уже 400 лет под англо-велижским игом также как и ирландцы мраморная арка в лондоне и рим не остался в аутсайдерах арка титуса арка константина великого надо еще грецию упомянуть афины арка хадрияна арка в городе тессалоннике греция откуда к нам прибыли кирилл и мефодий в хорватии например также есть арка аурелия в городе пула видны следы пожара только чтобы сделать такой пожар надо ее чем-то облить и поджечь город щетцин польша румыния столица бухарест в австрии недалеко от границы словакии стоят поганские ворота интересное название возможно они соединялись не очень хорошим местом перед воротами стоит какое-то сооружение к примеру устройство для блокировки или уничтожения того что не должно было попасть на эту сторону как вариант наконец очень странные ворота в столичном замке словакии в братиславе ворота которые ведут буквально никуда и это не арка возможно недостроили запланированное или просто такой декор разглядывая арки приходит на ум что все это глобальная система перемещения людей и вещей на большие расстояния а какие-то возможно даже пространственно-временные порталы запускается открытие портала голосовой командой куда тебе надо и бортовой компьютер портала сделает все самостоятельно почему голосовое управление смотрите сказки никто не тычет в клавиатуру технологии тех времен давно перешагнули эту ступень только названы волшебством и колдовством размещение этих порталов по всему миру очень подходит для такой функции такие же арки ворота есть в узбекистане киргизии казахстане китае армении узбекистане и так далее многие арки были уничтожены катаклизмами 18 19 веков как докладывают мастера стиле капричо руинописцы многие были отремонтированы но уже повторно не были запущены то ли изменились природные условия то ли оборудование было демонтировано нам этого не доложили гитлеровская ананербе наверняка хорошо про это знала но не была уверена в каком состоянии находится арка и потому гитлер возможно не рискнул по взятии парижа победным маршем провести армию через арку наполеона хоть каждый другой победитель бы сделал точно наоборот по истории это должно быть символом высшей доблести так это было или нет у нас нет доказательств но рассмотрим еще одну любопытную картину из галереи города братислава словакия на которой в триумфальную арку входят немецкие имперские войска после взятия парижа а на другой стороне не выходит просто в арке исчезают такая система переброски армии во всем мире быстро и незаметно просто идеально хорошо прорисованные детали на переднем плане позирует конница увеличим солдаты входят еще ближе посмотрим а на другой стороне не выходят за офицерами это явно видно разумеется это смелая догадка сами при этом не присутствовали скептики скажут за арка и резкое понижение ландшафта и поэтому войск не видно на заднем плане сквозь арку виден тот же город а не какой-нибудь неопределенный муар или часть другой местности и это верно плюс как всегда все можно списать на ритуалы но поскольку альтернативные исследователи уже много раз доказали что списание объектов на культовые сооружения это карга культ то можно смело придерживаться рабочей версии про порталы чтобы продолжить исследование в этом направлении технологии перемещения описаны в старинных книгах сказках и разнообразных посланиях это не то что мы тут бегаем за бесплатной энергией как бы так извернуться чтобы не платить за коммунальные нужды допотопные технологии были куда более грандиозны и применялись в планетарном масштабе а мы смотрим на этих людей в смешных шлемах и перьями на голове и думаем вот примитивные а на деле примитивные мы потому что даже представить не можем что все эти атрибуты экипировки были высокотехнологическими устройствами связи и элементами оружия которому не требовался порох вот еще пара интересных арок с интересными формами с четырьмя входами чем-то они отличались от прямолинейных возможно функциональностью латакия сирия лептис ливия закончим изложение этой версии знакомым по ссср видео волшебная лампа алладина вот мы видим открытие арки звуковой командой и переход в пространстве а возможно в иное измерение далее алладин выходит с лампой обратно и затем входит в арку снова она остается открытой но только для него выводы сделайте сами про такого рода порталы всегда кому-то было известно поэтому появляются сказки или фантастические фильмы наподобие звездных врат и многие другие